ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роман, как видите, я снова вернул себе этот свитер с мандаринами. Вы, наверное, хотели его снова увидеть в комментах. Вы об этом не писали, но я уверен, что вы хотели. Вот. И что у нас сегодня? У нас сегодня второй матч Реал Мадрид-Аталанта. И, как всегда, по традиции, я играю за тот клуб, который готов вылететь. У которого ситуация похуже, поэтому. За Барселону, очевидно. А, да. Переходим к коэффициентам на Барселону. Да, на Реал Мадрид от 1.97 до 2.02. Ну, в среднем 2. Ставят букмекеры. На Аталанту в нее вообще что-то не верят в этом матче. 3.57, 3.60, 3.68. Причем некоторые звезды у Реал Мадрида, они находятся сейчас в лазарете. И помочь, к сожалению, не смогут. Ну, а как бы против Миранчука надо выставлять точно именно... А какого есть? Да, любого. Вот который будет в Аталанте доступен в этот момент. Против него надо выставлять самый боевой состав. Даже я не удивлюсь, если Зинадин Зидан просто найдет свою старую форму и выбежит на форму играть за... На форму? Выбежит на поле в этой форме играть за Реал Мадрид. Так, мы еще подключат и всех остальных. Лэмпорда там вот эти все крышевые. Да, был бы он Лэмпорт еще в Реал Мадриде. Ну, какая разница? Короче, второй матч. Играем дома у Реал Мадрида на стадионе 23 мая. Реал Мадрид и Аталанта. Поехали. Что же, играет Зинит Печенька. Как поется в великом гимне Лиги Чемпионов. Игра началась на стадионе, недостроенном Сантьяго Бернадеу. Реал сразу, лотанка помчалась. Ну, ты сидишь куда хочешь. Я здесь для того, чтобы унизить сливочную команду. Унижать, давай, давай. Давай, давай. Рабсайд тебя унизит. Ну, вообще, объективности ради, ты там мучил чуть полногини в ведро. Ммм. По таймингу я бы сделал. Опа. Ой, нет, все, сейчас кто-то начинает. Карим, гол. Карим Бензимана, пятый. На шестой минуте открывает счет матч. Еще что ли? Еще что ли? Серьезно? Серьезно? Ну-ка, на, держи. Понимаю. 2-0. В таланте сейчас надо уже 4 забивать гостя. Что сделаем? Продолжение следует. Да ты как? Все, хорошо. Что-то в последнем этапе подвело меня. Я знаю, что тебя подвело. Что? Тебе подвело Гомес, который уже не играет. В таланте. Все нормально. У нас самая актуальная программа о футболе. Ужасили немножечко. Все хорошо. Да нет, конечно. А вот это фол мне за это во дворе вообще убивают. Нет, Горьфи. Все нормально. Включи каламбурочные от Игоря. Включи каламбурочные от Игоря. Удар-то был хороший. Слушай, а что-то мы молчим. Третий. И четвертый вообще. Давайте просто посмотрим на действие моего кипера. Я требую повтор. Смотри. Ладно. Ну, хочешь? У меня чел просто стоит. Вот реально просто стоит. Ну, знаешь, с одной стороны это будет радостно, если вот именно так произойдет. Потому что не будет этого душнилого Лиги Чемпионского, где вот у Барселоны ПСЖ что-то пытались там родить. Лига Чемпионского? Ну, и Лига Европского тоже. Ну, мы же ЛЧ сейчас отыгрываем. Ну, я вообще имею в виду. Ух ты. Тут хотя бы есть голы. Даже в матче Ливерпуль-Лейпциг два гола все-таки получилось забить. Одну команду. Мечу прирост. Да. Ну, что ж, перерыв. Первый тайм у нас подошел к концу. Давай смотреть на статистику. 3-0 по голам. По ударам 7-2. Удар в створ 6-1. Владение более-менее одинаковое. Ну, в принципе, можешь. Владение у тебя уже практически вот как бы... Алло. Смотри. Смотрю. Ну, ты смотри и не трогай джойстик. А. Лады. Теревожный кончик. Не-не-не-не. Все нормально. Подожди. Так было задумано. Нет, так не работает. Ты упустил свой шанс. Нет, у меня чел, конечно, вообще легенда. Просто на мяч, говорит. Нафиг надо. Давай еще раз попробуем. Подожди. Ну? Ну, отбирай. Ну, отбирай. Ну, ладно. Тут я повипендивался. Это фору даем. Мы тут даем фору Аталанте типа. Вот если бы это был Миранчук, тогда просто все бы вот... Саня, или как его там зовут-то? Забил, наконец-таки. Слушай, я считаю, его надо выпустить. у бензима бензима кончился или может поделимся другим и тоже дадим ему дарик вот так вот интересная комбинация и модрик пожалуйста лучше модрик оформляет четвертый гол это матч и 5 общий я знаю ты хотел сказать другое слово нет блин потому что скоро уже идет у нас лично мы прям хасленицы когда сжигают чучело мирничука сыр в воскресенье только этому радует а ариану пропадом ох хотя кто-то умер я осуждаю на всякий случай такие шутки про смерть особенно про смерть с темнокожих потому что которую зовут паломину да папа паломина это итальянская мина брата ой 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 слушай ну вот к этому я шел очень давно на самом деле это был уже ничего не решает в принципе или чуть неплохо но просто он был красивый ну типа мы же забиваем как в реальном футболе они пробеганием за бензинового карима посередине просто потому что ну блин типа зачем вот это вот если прогноз то прогноз должен быть реалистичный вот такой момент не факт но это было сейчас было это было красиво офигеть давай как раз на последней минутке вот если по форме 3 было бы прикольно слушай ну это прям очень крутой сей давно не оформить матч завершён победа с общим счетом 52 в этом матче 42 и давай перейдем к статистике в этого матча 42 по голам 10 7 по ударов лишь поднялся владение больше стал ударов с турбой на тенка джойстику но в целом если матч будет именно таким никто об этом не пожалеет когда это будет интересно это будет смотреть интересно и так 52 общий счет 42 в этом матче матч должен быть очень интересным красочным сочным на голы просто бах божественно я вот хочу посмотреть этот матч хотя конечно будут играть через сити в баруси и мюнхилбандах гладбах привет орлову сломали ку тоже выглядеть не могу ты по-моему сейчас баруси чуть дьявола не вызвал в название баруси баруси который из мюнхенгладбаха мюнхенгладбахская баруси да тоже интересный матч но тут как бы реал мадрид тут как бы надо надо можно пошучу тупо все уже закончится отыграли реал мадрид это как тип существительный глагол реал что-то делает мадрид на этой ноте и закончим александр фирс роман поленсков увидимся на следующей неделе пока